Умело раскрутить провод, быстро рассчитать необходимый метраж, а ещё и нужный инструмент подобрать. Не каждый парень так ловко справится, что уж говорить про девочек. А вот Айсун Солтанова даст фор любому. Будущий системный администратор состязается наравне с одногруппниками и ни в чём не уступает. «Профессия нравится. Это тоже увлекательно, но на время достаточно сложно». Сложно и увлекательно и на этой площадке. Реверсивный инженеринг. Само название компетенции вызывает интерес, а тем, кто далёк от технических разработок, конкурсный термин и вовсе кажется очень загадочным. Главный эксперт площадки на доступном и простом языке поясняет. Реверсивным инженерингом называют восстановление сломанной детали или запчасти при помощи 3D-принтера, а занимается таким ремонтом техник-технолог – аддитивного производства. Через год Сыктывкарский политехнический техникум выпустит первый набор таких специалистов. «Если у нас есть сломанная деталь, при использовании она сломалась, мы её сканируем, восстанавливаем полностью эту сломанную деталь, и потом мы её изготавливаем уже новую, точно такую же, только восстановленную на 3D-принтере. Детали мы можем напечатать и изготовить любые. Это автомобильные запчасти для дизайна, для интерьера, для разных деятельностей, не ограничивая это вообще ничем». А эти участники только начинают разбираться в электронике. В номинации юниоры – школьники 8-9 классов. Со схемами и печатной платой они уже знакомы. Все ребята ходят в кружок по электронике. Группы с начала учебного года набирают как раз таки в политехническом техникуме. Сейчас у преподавателей-наставников есть возможность проверить знания своих учеников. «Это школьники 8-9 классов. Они у нас посещают с начала года кружок при поддержке социального партнёра. Занятия у нас раз в неделю проходят. И уровень, конечно, не такой высокий, как у студентов. А уже на следующей неделе мы работаем с нашими студентами, где, конечно, уровень будет повыше. Но там и задания посложнее». Отремонтировать машину и сделать кузовные работы – это тоже задание для юниоров. И это своего рода экзамен для ребят. Ведь за каждым движением наблюдает их строгий наставник. «Здесь у нас одна база именно по ремонту и обслуживанию автомобиля. Одна группа. И они проходят здесь курс обучения и получают профессию. Поли, 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 обслуживание. И будут они кем? Они будут как мастер по ремонту. И они ещё плюс получают водительское удостоверение. Ну, на категории ездят, получается». Каждый участник по итогам конкурса приобретает что-то полезное для себя. К примеру, юниоры смогут глубже познакомиться с профессией и уже определиться с будущим вузом или техникумом. Участники постарше проходят дополнительную практику и набирают навыки. Но главное – показывать себя перед работодателями. Ведь конкурс транслируется в режиме онлайн. Продлится он до 29 марта. По итогам отборочного тура победители представят республику на федеральном этапе в Москве и Санкт-Петербурге.